Какие деревья можно сажать на усадьбе? Польза для сада и позитив. Правильно посаженные растения привлекут в дом счастливую энергетику. Прежде чем покупать саженцы новых сортов, следует оценить свободную площадь садового участка, его ориентацию по сторонам мира, состав грунтов, глубину залегания грунтовых вод. Садоводов и дачников хотят видеть на своем участке красивые растения, зарящие здоровьем. Чтобы саженец прижился и развивался, недостаточно одних эстетических предпочтений. Зона благоприятная для выращивания плодовых культур, на участке роскошь шиповника, клёна, рябины, дикой груши, злаковых и бобовых культур. Рябина. Рябина, это мощный оберег для дома, защищающего жилье от злых сил. Это дерево улучшает настроение и благотворно влияет на гормональный фон. Также рябина, по приметам, является символом женского начала и помогает женщинам легче пережить трудности. Есть и объективные причины того, почему нужно посадить рябину во дворе. Это дерево, хороший медонос, который привлекает в сад пчел и других насекомых опылителей. Также хорошо известна польза рябины, а настойки, варенье, чай из ягод и другие заготовки очень порадуют вас зимой. Акация. Посадить акацию во дворе значит сделать полезную инвестицию в свое здоровье. Чай из акации и акациевый мед невероятно полезны для здоровья, а аромат цветущего дерева улучшает настроение. Также это дерево улучшает качество почвы, на которой растет. Хорошо известные медоносные свойства акации, сад, где она растет, никогда не обойдут стороной пчелы. Лиственница. Если вы не хотите сажать плодовые деревья, а ищите полезное декоративное растение, посадите у дома или на дачи лиственницы. Это деревья с положительной энергетикой, которые считаются мощным антистрессом. Их запах успокаивает, помогает справиться с депрессией и восстановить душевные силы. Также растение обладает сильными лечебными свойствами. Шишки, хвоя, почка и кора лиственницы полезны для сердца, иммунитета и пищеварения. Калина. Невозможно представить украинский двор без калины. Наши предки не зря воспевали это дерево в народном творчестве. Калина несет положительную энергетику юности, здоровья, домашнего счастья. Это очень полезное дерево для молодоженов или семьи с детьми. Также всем известны бесчетные полезные характеристики ягод малины. Груша. Груша. Груши для наших предков являлись символом долголетия, счастливого материнства и крепкого брака. Если вам интересно, какие деревья можно посадить супругам, задумайтесь о посадке груши. Это дерево также полезно для ягодного участка. Груша защищает малину, смородину и виноград от гнили и вредителей. Ольха. В лесоводстве ольха много лет применяется как дерево, улучшающее качество почвы используемое для обогащения малоурожайных участков. Для участка с бедной почвой это настоящая находка. Также она считается ценным декоративным растением с ажурными листьями и красивыми серьгами. А листья и кора растения применяются в медицине как антибактериальное и ронозаживляющее средство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова